А вы заметили давление на СМИ в социальных сетях? Пока оффлайн идут суды, блокировки и митинги с участием провластных активистов, онлайн независимые издания называют «базуко» испорченными и портящими других и призывают закрыть их. Но кто это делает? Давайте познакомимся. Вот, например, пользователь, который называет себя Данияр Ибрагимов. Правда, судя по аватарке, он выглядит точь в точь, как якутский политик Николай Фомин. Собственно, это и есть фото Фомина. Так чего же хочет так называемый Данияр закрыть независимые СМИ? Ведь, по его мнению, журналисты – это враги народа. Но не все журналисты и издания, а только независимые и известные антикоррупционными расследованиями, такие как Азаттык, Клоп, Темиров Лайф, Медиахаб, Политклиника. Критики также подвергаются Кактус, 24KG и NextTV. Журналисты – не единственные объекты его ненависти. Данияр также распространяет по группам посты о том, как плохие политики – Аклайдбаев, Рафшан Джейнбеков, Адахан Мадумаров. Травит активиста Телегмата Куренова и экс-абудсменку Атыраб Драхматову. Практически каждый его пост написан языком вражды. Публикации этого фейк-аккаунта лайкают и даже репостят. Правда, редко. Причем делает это он сам или другие фейк-аккаунты с краденными лицами. Вообще, фейки любят репостить друг друга и заимствовать друг у друга публикации. Вот, например, пост с требованием закрыть Кактус. Такой же распространял другой фейк-аккаунт, называющий себя Руслан Аклбеков. Фото, которое он использует в качестве аватара, мы нашли на сайте мемов по ключевым словам «Мужчина-казахи». Два этих аккаунта обвиняют Кактус в том, что издание якобы пишет плохие новости для унижения достоинства нации. Такие же публикации можно найти на десятках других страниц, на аватарах которых либо краденое фото, либо цветы, горы и прочие. Оригинальны ли объекты критики Аклбекова? Давайте посмотрим. Равшан Джейнбеков, Телекмат Куренов, Адахан Мадумаров, Атыраб Драхматова – знакомые все лица. СМИ-аккаунт критикуют тоже все те же, кроме Кактуса – это Азаттык, Политклиника, Клоп. Правда, тут к бинго независимых СМИ добавляется еще и ТМИТИ. В травле СМИ участвует и фейк-аккаунт с именем Азат Азаматович, поставивший на аватарку фото Гендира сети маркетов «Снежный барс» Виталия Роднаева из Улан-Удэ, столицы Бурятии. Еще он публикует такие же посты, как и у фейка с лицом якутского политика против активистов Аклайд Баева, Джениша Молдухматова и Ильиза Шаменова, которые были задержаны по Кемпирабадскому делу. Причем посты про двух последних сопровождаются одним и тем же фото. То ли Азат что-то перепутал, то ли просто не заморачивался. Среди аккаунтов с фотографиями якутского политика и бурятского бизнесмена явно кого-то не хватает. Знакомьтесь, этот аккаунт называет себя Дженышем Халсбековым. Недавно в его жизни произошли серьезные изменения. Раньше он носил имя Дамиры Майлиевой, на аватарке которой стояла фотография из группы «Красивые тувинки». Дженыш, он же Дамира, как и его коллеги, специализируются на травле все тех же независимых СМИ, а также Телегмата Куренова и Атыра Бдрахматовой. Мои коллеги регулярно мониторят в соцсети, изучая, кто стал очередной жертвой травли фейков, а кого эти фейки восхваляют. Для того, чтобы охватить большее количество комментариев и постов, мы используем инструмент мониторинга «Юскан». Вбивая туда определенные слова ненависти вместе с именами и фамилиями журналистов-политиков, они находят десятки и даже сотни постов фейков, а иногда посты госслужащих и сотрудников государственных телеканалов. Вот, например, аккаунт с именем Камила Шейк с полностью анонимным закрытым профилем и парусником на аватарке. Он активен только в комментариях к постам других похожих профилей. В отношении главы кактуса Дины Маслова этот аккаунт оставил 10 одинаковых комментариев под разными постами из текста, в которых суд вполне вероятно нашел бы признаки разжигания межнациональной розни. Конечно, если бы их написал оппозиционный власти-пользователь, а не провластный фейк-аккаунт. Или вот некто Ясмин Кудратула сделал аж 14 репостов публикации другого анонимного пользователя, Алга Кыргыстан, ярого сторонника президента, с требованием закрыть кактус, а Маслову привлечь к ответственности. Ранее этот аккаунт призывал закрыть Азаттык и делился хвалебными публикациями в адрес президента. Хотите найти фейков сами? Их легко отследить по терминологии. Просто вбейте в поисковике в соцсети слова «Бузуко» или «Джавлсын». Вы легко научитесь различать фейков от нефейков. Они много раз публикуют одни и те же тексты, состоят в друзьях друг у друга, имитируют дружбу, комментируя посты других фейков. Но даже если вам неинтересно объявлять собственную охоту на фейк-аккаунты, просто будьте внимательны, прежде чем принимать на веру все, что читаете в социальных сетях. Зайдите в профиль автора поста или комментария, уделите минуту на его изучение. Фейки не особо старательно имитируют, что у них есть реальная жизнь. Личных постов у них на страницах обычно нет, в друзьях подозрительные или совершенно случайные аккаунты. Среди фотографий одна-две с изображением чего-то лица, либо вовсе случайные картинки. Если вы замечаете все это, это веская причина задуматься о том, что кто-то пытается водить вас за нос, выдавая удобные для кого-то мысли за мнение общества.